Приветствую всех! Хочу сделать небольшой обзор на мою новую рулетку. Это достаточно большая рулетка, 10-метровая. У меня есть маленькая 3-метровая, но все-таки практика показала, что такой рулеткой неудобно работать. Вот буквально на днях нужно было отрезать 3-метровые куски рубероида и приходилось кого-то просить, чтобы кто-то придерживал край, потому что это было крайне неудобно. Она все время изгибалась, сломалась. Ну, короче, так себе затея. Но изначально большую рулетку я не купил, из-за того, что, оказывается, 10-метровая рулетка это не такая уж и дешевая вещь. То есть это 400-500 гривен в среднем за более-менее качественную рулетку. А здесь я в интернете нашел рулетку фирмы Sparky, 10-метровая. Мне она визуально показалась неплохой. И самое главное, это ее цена. Она в магазине стоила, интернет-магазине, 140 гривен. Я считаю, это, в принципе, по-моему, даже дешевле, чем я взял 3-метровую рулетку. И хочу вам показать, распаковать и вместе, скажем так, оценить ее параметры. Ну, честно говоря, даже не ожидал. Очень жирно она смотрится. Явно не на 140 гривен. Мощная такая вот вся эта часть резиновая. Ну, не знаю, очень здорово, мне нравится. Такая добротная, не знаю. Можно кому-то на подарок брать. Выглядит как-то солидно. Давайте тогда по порядку. Вес. Ну, 545 грамм. Блин, ну, это реально немало. Ну, надеюсь, это потому, что она очень качественно сделана. Такие, короче, неподдельные эмоции по поводу веса. Дальше идем. Корпус. Ну, о корпусе мы, в принципе, говорили. Сделана классно. Реально классно. Я, правда, не знаю, если ее упустить. Она такая тяжелая. Разобьется она, не разобьется. Но вся вот эта часть, это резина. Так. По магниту. Магнит здесь есть. Сейчас попробуем что-нибудь поднять. Ну, у меня, как всегда, ничего маленького не нашлось. Вот такой вот средненький молот. Смотрим. Поднимает. А здесь? Нет, здесь нет. Ну, я считаю, что этого вполне себе достаточно. Вообще, то, что здесь есть магнит, это уже круто. Значит, рулетка у нас односторонняя. То есть, только с этой стороны идет разметка. Здесь ее нет. Стопор. Стопор ленты есть. Это здорово. Клипса. Клипса небольшая. Не знаю, нужна она больше, не нужна. Ну, в принципе, она здесь есть. Такая плотненькая она, но маленькая. Ширина ленты. 21 миллиметр. Так, проверка на излом. Я думаю, каким-то таким образом мы будем это делать. Сама по себе лента, ну, не знаю, на мой взгляд, ничем она не покрыта таким особенным. Просто покрашена, чтобы мне себе нормально. Да и все. Ну, мне, честно говоря, все равно меня устраивает. Так, погнали. Так, метр. Два, десять. Все, ломается. Так, она попробуем два. Два держит. Два держит. Ну, я думаю, неплохо. Ну, на завершение что-то скажешь. Мне очень нравится эта рулетка. Она создает впечатление какой-то такой хорошей, качественной, недешевой вещи. Не знаю, даже можно где-нибудь там на подарок кому-нибудь. Ну, выглядит она солидно. Она тяжелая, сделанная качественно. Ну, не знаю. Почему-то, когда я увидел фирму Спаки, сразу... Хотя эта фирма так себе многие говорят, но я лично ею доволен. Все, что я этой фирмы покупал для каких-то таких не суперпрофессиональных целей, учитывая цену этого инструмента, ну, очень даже неплохой вариант. Поэтому, возможно, кому-то это видео поможет, потому что я так пытался там смотреть какие-то обзоры. И почему-то обзоров на продукцию Спарки очень мало. Хотя это по цене очень такой приятный бренд, я считаю. Все, всем удачи, спасибо.